Екатеринбург восстал против теневых хозяев города, медных олигархов Алтушкина и Казицына. Самопровозглашенные уральские князья строят храм имени себя любимых в правительственном квартале в центре. Городской сквер, что находится в этом месте, пустят под топор. Населению пудрят мозги об исторической ценности данной затеи. Тех, кто не разделяет восторга по поводу планов уральских папиков, уже записали в агенты госдепа и враги народа. Что на самом деле творится на Урале в эти дни, о чем молчат власти и так ли необходим тот храм городу, где прекрасно функционирует еще 52. Начинаем. Очередной плевок в сторону народа, господа, на этот раз в отдельно взятом городе, а точнее в моем родном Екатеринбурге, где уже несколько дней длится противостояние между гражданами и росгвардейцами. Причем вот этот момент, он очень показателен. Не полицейских против людей выставили, а Росгвардию, то есть военных. Представляете, до какой степени наша власть уже опустилась, если они военных на мирных граждан травят? В последний раз вооруженные до зубов солдаты против мирного населения во времена фашистов шли годовщину победы, над которыми мы отпраздновали несколько дней назад, или все, кончилась та победа. Это реальная журналистика, сегодня спецпроект. Программа будет посвящена анализу одной истории. За право быть гражданином своей страны, вот так бы я заглавил данный выпуск. Поехали! Мне, если честно, вот эта вот структура Росгвардия все больше напоминает другую военную организацию с 20 века. Была такая в Германии, СС называлась, личная охрана фюрера. Второе название того подразделения, политические части, а боролась эта самая СС с противниками режима, причем боролась, мягко сказано, жестко подавляли любое несогласие в массах, вплоть до смертной казни. Для инакомыслящих было предусмотрено наказание, наши Росгвардейцы, к счастью, пока до подобного не дошли. Но, судя по методам, которые используются бравыми ребятишками из команды Золотова, они где-то на пути. Я буду продолжать защищать сквер, но я могу говорить только за себя, потому что здесь получилась ситуация, и она меня радует. То есть ситуация, когда нет единого лидера, нет даже двух, трех или четырех лидеров, люди приходят сами, просто потому что они узнали информацию, что вот их сквер пытаются застроить. И этого, к сожалению, не понимают те люди, которые пытаются этот сквер построить. Они не понимают, они ищут везде конспирологию, что какой-то заговор. Сегодня обвинили нас террористы, говорит, какие-то ломали забор. Это кузов, да? Да, то есть там один из священников об этом говорил, говорил о том, что там это инспирируется газдепом, который там в адрес Рената Низамова, то есть Низамов тут же сказал, то есть я же на вас суд подаю, потому что это бред полный. И они не верят в то, что откуда взялись пледы, люди принесли. Откуда взялась вода, люди принесли. Откуда взялись гамбургеры, да люди принесли. Теперь что, собственно, происходит сегодня в Екатеринбурге. РПЦ решили построить храм в центре города, вернее, воссоздать храм, который там когда-то якобы стоял сто лет назад. Причем в прямом смысле сто лет назад он там стоял, но после революции был уничтожен большевиками. В общем, наверное, не самая плохая затея, если бы не одно но. Сто лет прошло, повторюсь, и на этом месте зеленый островок уже появился. Сквер, а что такое зеленый островок для миллионного города? Но это не менее важная штука, чем церковь. Коих в Екатеринбурге нынче больше, чем полсотни. Впрочем, граждане и не против строительства 53-й церкви. Вот только почему это нужно делать на месте городского сквера? «Перенесите стройку на 200 метров в сторону, там пустырь». Нет, хозяева жизни решили, что храм будет здесь, значит, он будет здесь. И плевать на горожан, уже забором тот сквер обнесли, охрану выставили. Но люди начали возмущаться, сказав, мы чё тут вообще никто, что ли? Раз! 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 Окупант! Давай, давай! Пустите. Давай, не строю! Пустите! Я тяню, тяню! Вопрос к вам. Сколько будет стоить этот храм? Я не знаю. Может быть, просто на богугодное делаете деньги пустить? Помочь сиротам, больным людям? Может быть, бог отземит лучше, чем отмывать деньги? Вот слушайте, вы сейчас в своём вопросе обвинили. Я не обвинил, я вам вопрос задал. Нет, вы сказали отмывать. В вашем вопросе было обвинение в сторону честных, порядочных людей. Каких честных, порядочных людей? Назовите пофамильным. Те люди, которые гарантируют постройку этого храма, это... Вы считаете, что они честные и порядочные? Да, да. А кто вам это сказал? А, подождите... Это они сами сказали? Подождите, а... Это их пресс-служба сказала? А у вас какие основания обвинять в чём-то? А я их ни в чём не обвиняю. Я спрашиваю, вы честные и порядочные. Вы ангажированный человек? По крайней мере, я их знаю обоих. Вы ангажированный человек? Ну, я их знаю, да. Что вы делаете? Вы пришли их оправдывать сюда? Нет, я пришёл не ответить вам на ваш вопрос. Вам не стыдно перед людьми? Я пришёл не ответить на ваш вопрос, в котором содержалось осуждение. Я вам вопрос задал. Не проще ли деньги пустить на богоугодное дело? Может, Бог оценит? Я слышал, послушайте. Помочь сиротам, больным людям. Почему мы в программе «Время» собираем детям деньги на лечение, а потом пускаем деньги на строительство храма? Как вы думаете, что для Бога важнее? Сделать добро людям или построить храм? Вот я сейчас осознанно на ваш вопрос не отвечаю. Ах да, при чём тут хозяева жизни, спросите вы. А дело в том, что храм-то строить не совсем РПЦ собираются. Авторами затеи являются местные царьки, медные олигархи, Казицын и Алтушкин. Это такие негласные хозяева Свердловской и Челябинской областей, и творят, что хотят. Никто им не указ. Помните скандал со строительством Тобинского ГОКа? Вот это Алтушкин. Человек забил болт на мнение жителей того Челябинска, купил местных чиновников, и чихать этот парень хотел на народ. Казицын держит шишку на Среднем Урале. Помните телебашню в Екатеринбурге сносили? Вот Андрею Анатольевичу, потому что земля под той телебашней понадобилась, приговорили. Все дорожные камеры в Екатеринбурге принадлежат структурам Казицына. Угадайте, в чей карман падает левийная доля штрафов ГИБДД, если нарушение зафиксировано на видео. А еще УГМК это такой приют для бывших генералов из силовых структур. Вот поперли генерала со службы, хотя этих же как будто бы на пенсию отправляет. Андрей Анатольевич Казицын их к себе на работу. Принимает вся верхушка УГМК из бывших. Состоит ну да бог с ними. А теперь вот папики Толстосумы захотели построить храм имени себя, любимых в правительственном квартале Уральской столицы, напротив офисного здания полномочного представителя президента. Ну вот так вот решили понтануться. Пусть, мол, где чиновники категории А наши фамилии видят, когда в окно выглядывают. Или там большой дядька из Москвы с визитом приедет. Премьер или президент даже подруливает к полпредству. А тут храм построили по инициативе нормальных пацанов Дюши и Гарика. Вот она истинная причина той стройки-то. А все эти росказни об исторической значимости затеи сказки для дурачков, не более. Я считаю, что 2000 рублей за каждого сотрудника моих налогов, которые я заплатил, вот сейчас были потеряны. Вот каждый человек, то есть зарплата в среднем, начиная от лейтенанта до капитана, да, в среднем, а зарплата от 40 до 60 тысяч рублей в месяц. Соответственно, вот один день они здесь провели бесцельно, охраняя не народ. Соответственно, каждый из них нанес мне лично ущерба на 2000 рублей. Интересен еще вот какой момент. Вообще-то такие вещи обычно выносятся на публичные слушания. Затем организуется что-то вроде открытого голосования, в котором принимают участие ни посредственно жители, ни депутаты, ни чиновники, ни какие-то другие хмыри, любители за закрытыми дверями сделать реверанс в сторону того или иного папы. Ничего из этого сделано не было, вернее, было. Но, как обычно, на бумаге в эфире местных СМИ, постфактум, прошла информация, мол, сегодня прошли какие-то публичные слушания, ну, как любят наши пропагандисты, уже прошли, уже все, если вы об этом не знали, это только ваши проблемы. Затем у нас перед МОЛСом потрясли какими-то итогами какого-то голосования, которое неизвестно где проходило, но тоже уже прошло. Мы не можем пойти против того, что не нравится 20, а что нравится 50 тысячам. Ну, это условные тоже цифры, давайте будем честными. Потому что я вот не знаю ни про какие 50 тысяч, меня, например, никто не приглашал, ни на какие публичные слушания. Вы ходили голосовать? Несмотря на то, что ходил голосовать, меня никто никуда не приглашал. Меня-то поразила цифра проголосовавших 50 тысяч человек, как будто бы поддержали идею строительства того несчастного храма. А чё не 50 миллионов и потом слушайте? Ну, не смешите мои тапочки. Нет в Екатеринбурге ни одного средства массовой информации с такой посещаемостью в интернете 50 тысяч. Ни одного, подчеркиваю, даже телевизионных каналов с такой аудиторией в городе нет. А то, что смешники трясут недорейтингами, мол, наш потенциальный охват такой-то. У меня вон 40 миллионов человек потенциальный охват. Но это не означает, что у меня на самом деле такое количество зрителей в связи с чем вопрос. Откуда взялись эти 50 тысяч проголосовавших? А я вам скажу откуда. Оттуда же, откуда берутся все цифры, статистики в Новой России. Их опять тупо нарисовали. Вот только не в этот раз, друзья. Надоело людям, что из них дураков делают, что им врут, не переставая. Политики врут. Чиновники врут. Как будто бы общественные деятели врут. Средства массовой информации тоже. Сейчас вот еще представители церкви врать начали. Причем нагло, в открытую, прячась. При этом за спины вооруженных бойцов. Может, хватит уже. Я к священнослужителям сейчас обращаюсь. К остальным все равно бесполезно. Они свою совесть давно продали. Как один библейский персонаж за 30 серебряников. Вам ведь потом ответ держать придется в небесной канцелярии. Как вы могли допустить, что храм Господень строился на обмане и с кулаками? Все. Это была реальная журналистика. Сегодня вот так. На моей страничке в Ютьюбе ссылка сверху больше. Серия этого замечательного сериала. Заходите, просвещайтесь, на канал подписаться не забудьте. В соцсети ко мне тоже добро пожаловать. Там тоже есть, что почитать и над чем подумать. В друзья добавляйте с тем и предлагайте. Под ними мы обсудим, а я засим спешу откланяться. Пока. Пока.